Всем привет, меня зовут Артём, и у меня, как обычно, новости кино. Ещё одна киновселенная Марвел, странные детали странного Доктора 2, разврат на съёмках четвёртого Тора, внезапный сай-фай с Хью Джекманом и тизер третьего Дэдпула. Поэтому хорош трепаться, или, как говорится, cut the crap. Новости недели. Традиционно в новостных выпусках я рассказываю о разном. Новости кино, кинобизнеса и видеоигр, новинки проката и игровые релизы, мои короткие рецензии о просмотренном и, конечно же, новая рубрика «В гостях у ретро». Да, я знаю, как это звучит, в этом и задумка. Так вот, сегодня я хочу рассказать вам о кое-чём ещё. О том, как экономить на каждой покупке с помощью кэшбэка от Letyshops. С 11 по 14 июня в Алиэкспресс будет горящий кэшбэк, увеличенный в 3 раза, до 15%. То есть, если бы вы с обычным кэшбэком вернули 150 рублей, то с тройным кэшбэком вам вернут 450. Чтобы вы могли делать больше покупок за меньшие деньги. Активировать горящий кэшбэк можно либо на главной странице, которая появляется сразу же после регистрации, либо в приложении Letyshops. Но поторопитесь, ведь количество активаций ограничено, и у вас будет всего несколько часов для совершения покупки. Так что, скорее, активируйте кэшбэк от Letyshops по ссылке в описании. Начну с кассовых сборов. «Форсаж 9» продолжает доказывать студиям, что прокат уже восстановился. Фильм еще не вышел на родном кинорынке в США, но уже собрал по миру 250 миллионов долларов. «Тихое место 2» тоже показывает впечатляющие результаты. Хоррор уже собрал 140 миллионов долларов по всему миру, но, кажется, его скоро перейдит другой, вышедший на днях фильм ужасов. «Заклятие 3» по воле дьявола. Третья часть знаменитой хоррор-франшизы уже обошла «Тихое место 2» в США по сборам за первый уикенд. «Заклятие 3» собрал 24 миллиона долларов, в то время как «Тихое место 2» — 19,5, а Круэлла и того меньше — всего 11. Но уже сам факт того, что две хоррор-франшизы борются за доминирование в прокате, устанавливая впечатляющие результаты, говорит о том, что прокат постепенно восстанавливается, и ворнеры, кажется, подготовились. На прошлой неделе Warner Bros. и Discovery объявили о слиянии своих активов, и теперь новая компания получила официальное название Warner Bros. Discovery и логотип, который, честно говоря, больше похож на мем, чем на логотип серьезной международной корпорации. И в сети, конечно же, уже началась полноценная прожарка этого логотипа. Многие посчитали его непрофессиональным и устаревшим, больше напоминающим стандартный 3D-шрифт из Word'а для Windows 95. «Я очень рад видеть, что Голливуд охватил суровый вайб. Они, очевидно, потратили 0 долларов, чтобы придумать имя, соединив названия Warner Bros. и Discovery и написать их бесплатным клип-артом из 95-го Windows вместо лого». Но справедливости ради замечу, что это не финальный логотип новой компании, это лишь его первоначальный вид. На новом логотипе можно также заметить и новый слоган компании «The stuff that dreams are made of», что можно перевести как «то, из чего сделаны мечты», ну или «сны». Но не думайте, что компания позаимствовала припев из песни Карли Саймонс точно таким же названием. «The stuff that dreams are made of» На самом деле это отсылка к культовому нуарному детективу студии Warner «Мальтийский сокол», в котором эту же фразу произнес главный герой Сэм Спейд. «The stuff that dreams are made of» А в «Мальтийском соколе» это, кстати, тоже была отсылка к Шекспиру. Discovery пояснили за слоган, добавив, что «Это дополнительный омаж богатому наследию Warner Bros. и внимание к тому, чем будет заниматься их новая компания». «Сони и Дисней» тоже готовят совместку. Президент Сони Сэнфорд Панич намекнул на то, что их Spider-Verse объединится с киновселенной Марвел. «У нас есть план. Думаю, зрители уже догадываются, что мы задумали, но все раскроется, когда выйдет нет пути домой. Нам повезло, что мы в отличных отношениях с Кевином Файги, поэтому нам доступно огромное поле для экспериментов». Но слияние с киновселенной Марвел — это лишь часть амбициозного плана Сони. По словам Сэнфорда, они создают собственную киновселенную Марвел, которая не будет строиться вокруг Паука. Ее начало положит Веном 2. «На самом деле мы не считаем всех наших 900 персонажей членами Паучьей вселенной. У нас есть вселенная Марвел — огромный пласт персонажей, так что дождитесь следующего Венома. Вы точно не будете скучать по Человеку-пауку». Так что кажется, что во втором Веноме мы действительно увидим и Токсина, и Кнала, и даже Корлэнда Кэссиди, о которых я рассказывал вам в разборе трейлера. И это очень интригует, ведь как бы ни был хорош Человек-паук, нам все равно хочется разнообразия. Так что, скорее всего, Сони готовят альтернативную киновселенную Марвел, которая станет частью мультивселенной Безумия, на которую будет покушаться Шума Горат в сиквеле Доктора Стрэнджа. Как я рассказывал вам в недавнем новостном выпуске, именно он, по слухам, станет главным злодеем второго Доктора Стрэнджа, а не кошмар, как сообщалось раньше. И это может быть связано с уходом Скотта Дерриксона с поста режиссера. Ведь Майкл Уолдран, сценарист фильма, рассказал, что когда режиссерское кресло занял Сэм Рэйми, они с нуля переписали сценарий. Видимо, это и повлияло на изменение главного антагониста, а также на включение в сюжет Америки Чавес, за которой будет охотиться Шума Горат. И на днях художник Адам Хан поделился стилизованным под обложку комикса артом, на которой можно увидеть главных героев мультивселенной Безумия – Стрэнджа, Вонга, Алую Ведьму и Америку Чавес. На этом рисунке можно заметить, что Доктор Стрэндж вернул свой амулет – Глаз Агамота, который уничтожил Танос еще в Войне Бесконечности. Интересно, каким образом Стрэндж вернул этот амулет, и что в этот раз находится внутри, ведь Камень Времени в этой вселенной Танос стер в атомную пыль. Возможно, Стрэндж забрал его в одной из параллельных вселенных, по которым они будут путешествовать с помощью таких порталов в виде звезд, который виден позади них. Судя по его форме, этот портал создала Америка, ведь именно она обладает способностью путешествовать по мультивселенной. И именно поэтому за ней будет охотиться главный злодей. Мультивселенная откроет просто бесконечный простор для фантазий, так что Марвел смогут делать в ней все, что угодно, в том числе вернуть старых героев и злодеев и поменять их местами. Это могло бы стать отличным выходом для Шан-Чи, который и так не в почете у своей главной аудитории – в Китае. Как я рассказывал вам в предыдущем видео, китайцы очень холодно приняли трейлер фильма, и многие из них посчитали его очередной попыткой Голливуда навязать аудитории китайские стереотипы. Как вы знаете, в фильме появится мандарин и его Десять колец, которые по канону являются артефактами древних инопланетных драконов – Маклуан. Один из таких драконов, Фин Фан Фум, играл важную роль в комиксах Марвел, являясь опасным врагом всех Мстителей. Ну а дракон – это символ Китая, поэтому изображение национального символа злодея может оскорбить китайцев. И кажется, студия не стала брать на себя такие риски, ведь сам Шан-Чи заявил, что в фильме мы не увидим Фин Фан Фума. Симу Лю сказал, что Марвел решили избавиться от оскорбительных стереотипов, типичных для фильмов про Азию, и поэтому убрали из истории Фин Фан Фума. Но хочу заметить, что он ничего не сказал про других Маклуан. В трейлере можно увидеть каких-то существ, похожих на драконов, но утекшие изображения набора Лего по фильму раскрывают появление водяного дракона, который подписан как «великий защитник». Видимо, именно его изображение красуется на стене в замке Мандарина, и именно поэтому перед героями волшебным образом застывает вода. Так что, по идее, Марвел могли легко обойти эту ситуацию, тупо показав нам двух Маклуан. Одного злого Фин Фан Фума, а другого доброго какого-нибудь дракона, который будет на стороне героев Земли. В истории тогда был бы и злой, и добрый дракон, и Китаю не на что было бы обижаться. Логично. Также в сети появились новые фотографии со съемок четвертого Тора, которые уже завершены. На них можно заметить Тора в повязке, что явно говорит о фирменном юморе Тайки Вайтити, а также самого Тайку в костюме захвата движений. А значит, мы снова увидим Корга на экране. Хотя в предыдущем Торе Тайк играл целых четырех персонажей, о чем я, кстати, вам рассказывал в полном разборе Рагнарёка. Но гораздо больше внимания привлекли фотографии, сделанные после съемок фильма. В объектив камер попал безобидный тройничок, который устроили Тайка Вайтити, его девушка Рита Ора и Тесса Томпсон. И по словам инсайдеров, боссы Марвел оказались не в восторге, и уже сделали выговор Вайтити за такое неподобающее поведение. Правда, я в этом ничего неподобающего не заметил. Наоборот, я даже зауважал его еще сильнее. Оскар ведь получил, имей право развлекаться как хочет. Ну а еще в сети появились фотографии со съемок сериала «Женщина-Халк», на которых можно увидеть Марка Руффало в костюме захвата движений. Что неудивительно, ведь в фильме мы узнаем подробности его тайного прошлого. А создатели сериала «Соколиный глаз» похвастались завершением съемок, выложив в сети фотографию поздравительной коробки с печеньем. Но самой интересной фотографией поделился Райан Рейнольдс. Он выложил фотку с маской Дэдпула, что явно говорит о том, что работа над фильмом уже началась. И этот кадр – это начало промо-компании фильма. Будет на что вздрочнуть. Ну а как мы помним по предыдущим Дэдпулам, рекламная кампания обычно связана с троллингом Хью Джекмана. Так что, возможно, нас ждет продолжение их шутливой интернет-войны. Если не понимаете, о чем речь, то именно для вас я делал видео об этом конфликте. Так что жмите на всплывашку и смотрите. Райан Рейнольдс – это конкретный и целый ф**к. Не только Марвел тизерят фанатов. На днях в сети появились фигурки персонажей Отряда Самоубийц компании Тодда Макфарлайна. Макфарлайн Тойз, на которых можно увидеть в руках миротворца внушительный меч. Увидев это фото, фанаты сразу же решили, что фигурки спойлят тех, кто переживет события фильма. Правда, Ганнет уже опроверг. Сейчас Джеймс готовится к премьере Отряда Самоубийц, а затем вовсю приступит к съемкам Третьих Стражей Галактики. В котором мы, скорее всего, попрощаемся с Драксом. Правда, в привычном нам виде. Дэйв Батист уже говорил, что чувствует себя некомфортно, снимаясь с голым торсом в свои 52 года. Поэтому Джим Старлин, создатель персонажа, убедил фанатов в недавнем интервью, что Марвел так просто не расстанутся с Драксом, который приносит им неплохую прибыль. Вселенная Марвел продолжит развиваться. Они ведь поняли, что зарабатывают на космических приключениях. Так что они, скорее всего, будут снимать их еще чаще. На очереди может быть еще один Дракс. Кто-то другой, у кого вдвое меньше комедийного потенциала, чем у Батисты. И кажется, кто-то другой уже нашелся. Желание заменить Дэйва Батисту выразил культурист и актер Брэд Азар. Который, как мне кажется, и правда похож на молодого Батисту. А как вы думаете? Напишите в комментариях. Также в сети появилась фотография со съемок сольника Флэша. Режиссер фильма Андрес Мускетти выложил в своем инстаграме фотографию со знаменитым бертоновским бет-символом, который красовался на груди Майкла Китона. И на нем явно заметна отсылка к хранителям. На желтом символе видна капля крови, которая напоминает каплю на желтом значке комедианта. Так что это может быть намеком на судьбу Бэтмена Китона, который, как и комедиант, будет убит. И, возможно, Флэш отправится на поиски его убийцы. Ну, либо из-за этого найдет способ управлять временным потоком и случайно нарушит таймлайн. Новый костюм показали и создатели Шазама. Дэвид Сандберг выложил короткий тизер Шазама Ярость Богов, в котором показал обновленный внешний вид костюма. Правда, фанатам удалось переграть Сандберга и подсмотреть новый костюм на съемочной площадке фильма. Я, кстати, тоже недавно побывал на съемочной площадке фильма, и вот, что я там увидел. Notification of filming. Шазам. Короче, получается, что сейчас они только готовят локацию, а снимать будут аж 21 числа. Ну, давайте посмотрим, как они готовятся к съемкам. Ну, вот, можно увидеть, они поставили фейковую стену. И делают локацию. Фейковая стена, посмотрите, какая прикольная. Там вот куча у них аппаратуры всякой. Ну, а Закаре Ливай уже рассказал, что в костюме не хватает одной очень важной детали. Ширинки. По его словам, ему до сих пор приходится целиком снимать с себя костюм, чтобы сходить в туалет. Режиссер затем выложил сториз, в который подтвердил, что и остальных членов семьи Шазама будут новые костюмы. А вот Черный Адам, по его словам, в фильме не появится. Зато Дуэн Джонсон станет еще одним супергероем в фильме «Лига суперпитомцев». Он сыграет пса Супермена по имени Крипто, тизер с которым Дуэн показал в своем инстаграме. Вместе со Скалой в анимационном фильме появятся Кевин Харт, Ванесса Байер, Джон Красинский, Диего Луна, Наташа Леон и неповторимый Киану Ривз. Экранизация Borderlands тоже выходит из тени. Правда, не полностью. В сети появились фотографии со всеми основными героями картины. Правда, на них все равно ничего не видно. Напомню, что Borderlands снимает Элай Рот, друг и коллега Квентина Тарантино, который играл жида-медведя в «Бесславных ублюдках». Причем, когда Элай учился в университете, он снял пародию на «Бешеных псов» Тарантино. Так что будет очень интересно увидеть его взгляд на Borderlands. Тарантино, кстати, в этом месяце выпускает новелизацию «Однажды в Голливуде», в которой подробнее расскажет о вселенной фильма. К примеру, Квентин пообещал, что роман расскажет о прошлом Клиффа Бута, которое в фильме было покрыто тайной. В фильме Клифф – настоящая загадка. Зрители задаются вопросом, что не так с этим парнем. И в книге будут отдельные главы, посвященные его прошлому. Вы читаете главу, и она отправляет вас к определенному моменту из прошлого Клиффа. Затем вы вновь возвращаетесь к основной истории, читаете, и снова глава, которая рассказывает про прошлое Бута. И каждое такое отступление – это маленькая бульварная чтива с Клиффом в главной роли. Короче, нас ждут вьетнамские флешбеки. Предыстории персонажей вообще сейчас очень популярны, что только доказывает успех Круэллы. Ведь Дисней уже готовит продолжение. Эмма Стоун и Эмма Томпсон уже заявляли, что с радостью вернулись бы к своим ролям. И даже помечтали, что сиквел мог бы продолжить историю Круэллы в духе «Крестного отца 2». Также они надеются, что в фильме появится и Глен Клоус, исполнительница роли Круэллы в фильме «101 Далматинец» 1996 года. Кажется, на волне успеха Круэллы и Джокера нас теперь ждет целая куча злодейских сонников. Эмма Стоун поделилась, что хотела бы увидеть сольник Урсулы из «Русалочки». Дисней еще не рассказывала историю злодея, который отличался бы от человека. Урсула – осьминог, поэтому зрители бы погрузились в иной мир и увидели бы ее родителей и узнали ее предысторию. Элайджа Вуд тоже сыграет злодея в ремейке не менее культовой картины «Токсичный мститель». Вуд сыграет жадного, продажного и эгоцентричного босса главного героя, который ищет способы стать таким же могущественным, как и «Токсичный мститель». Оригинальный фильм рассказывал об уборщике-неудачнике, который после падения в токсичные отходы превратился в мутанта и начал сражаться с преступностью. Сразу после выхода критики приняли фильм холодно, обвинив его в излишней жестокости, но со временем картина приобрела культовый статус. Культовый инди тоже спешит на наши экраны. Харрисон Форд уже начал съемки в пятом «Идиане Джонсе» в Англии. Его заметили на площадке рядом со студией Пайнвуд в своем каноничном образе. Ну а портал Daily Mail раздобыл фотографии со съемок других сцен фильма, которые совершенно точно говорят о том, что нас ждут флэшбеки к уже знакомым фильмам об Индии. На съемках можно заметить нацистский поезд, а также каскадера с маской молодого Инди на мотоцикле с люлькой, на котором гоняли Инди и его отец в последнем крестовом походе. «Матрица 4» тоже вовсю снимается, и на днях к проекту присоединилась Кристина Ричи, чья роль пока что остается в секрете. Как и роль Дониена в четвертом «Джоне Уике». Да, как стало известно, актер составит компанию Киану Ривзу в четвертой части, а его персонажа пока что ничего не известно, кроме того, что он старый друг Джона. А вот съемки седьмой миссии «Невыполнимо» вновь остановили. На этот раз из-за положительного теста на ковид у одного из участников съемочной команды. В итоге съемки отложили на две недели, до тех пор, пока не проверят всю команду. Том Круз ранее уже срывался на подчиненных из-за нарушения правил безопасности, и как оказалось, он был прав. Так что Тома Круза на экранах мы увидим еще не скоро, в отличие от Хью Джекмана, который недавно ворвался в заголовки новостных статей с новым трейлером фильма «Воспоминания», снятого Лизой Джой, одной из создателей сериала «Мир Дикого Запада». Действие фильма происходит в недалеком будущем, где люди создали технологию, помогающую заново переживать воспоминания. Именно этим и занимается частный детектив Ник Баннистер, пока однажды он не влюбляется в клиентку, которая вскоре пропадает. Поэтому он начинает рыться в памяти, в поисках ответов. Выходит фильм 20 августа. Если вы фанат научной фантастики, то возьмите на этот день выходной. Ведь помимо воспоминаний, в этот же день выйдет новый фильм от Нила Бломкомпа, режиссера района номер 9. Трейлер научно-фантастического хоррора «Демоник» уже появился в сети. Фильм расскажет о девушке, которая узнала, что в основе их многолетних разногласий с матерью лежат сверхъестественные силы, и каким-то образом выпустила на волю жутких демонов. Причем все это как-то завязано на виртуальной реальности, что еще больше интригует. Остается только дождаться 20 августа и набраться смелости пойти в кино. Но если вы вдруг боитесь досматривать страшные фильмы до конца, то в этом вы не одиноки. Ведь даже у Стивена Кинга есть фильм, который он не досмотрел, потому что тот был слишком страшным. И этот фильм «Ведьма из Блэр» 99-го года. Кинг рассказал, что смотрел этот фильм в больнице после того, как его сбил минивэн. Для меня, кстати, «Ведьма из Блэр» тоже самый страшный фильм из всех, который я смотрел. Расскажу вам небольшую историю. Впервые я посмотрел «Ведьму из Блэр», когда мне было 12 лет. И я тогда не знал, что это фильм. Потому что я пришел домой, дома никому не было. Я решил посмотреть какой-нибудь фильм. И начал копаться среди видеокассет, которые у нас лежали там в тумбочке под телевизором. И я нашел вот новую кассету, которую я никогда не видел, на которой был вот этот значок. Плетеный человечек, или как он называется правильно. То есть не было ни названия, ничего, никакого описания, ни коробки. Ну то есть она была просто как будто кассета, которую моему папе дал кто-то посмотреть, друг какой-то там, с записанной свадьбой, я не знаю. В общем, я решил посмотреть эту кассету. И первым делом, что я там увидел, это сообщение от ФБР. Кассета была найдена в лесу. Вот я когда смотрел, я думал, блин, то есть это не фильм, это реально кассету нашли. То есть она сейчас там где-то там в полицейском участке, ее нашли. И вот теперь я это смотрю. То есть, когда я начал смотреть этот фильм, причем это в первый раз в жизни я увидел мокументари. Да и вообще, в принципе, Blair Witch Project, по-моему, это первый мокументари. Может быть, было до этого что-то такое, но не было ничего популярного в мокументари. То есть я никогда в жизни не знал, что можно снять фильм, заделав его под какую-то там научную работу. Как будто он снят на обычную камеру. То есть для меня сам факт того, что это снято на обычную камеру, и сам факт дрожания, и общения такого обычного какого-то... ни диалогов, там, ни камера со стороны, ни какого-то вот чего-то там киношного. Для меня это все казалось доказательством того, что это не фильм, это не постановка. Поэтому я принял этот фильм вот как видео каких-то подростков, которые заблудились в лесу. Ну и, в общем, вы себе можете представить, как сильно я боялся, вместе с главной героиней, когда она пускала пузыри. Ну это отсылка к очень страшному кино, если кто смотрел и помнит, какие там были пузыри. В общем, когда она плакала на камеру, я точно так же вместе с ней смотрел и плакал, потому что я не мог поверить в то, что... Какого хрена у меня в руках есть доказательства существования сверхъестественных сил? В общем, я боялся так, как не боялся никогда в жизни, и когда пришли мои родители, мне кажется, по моему лицу было видно, насколько я напуган. С тех пор для меня это самый страшный и, наверное, самый крутой хоррор, который я когда-либо смотрел в своей жизни. Уже на этой неделе стартует главный геймерский праздник — E3, который покажет нам будущее игровой индустрии. Игровая выставка стартует 12 июня. В этот день пройдет Ubisoft Forward и презентации Gearbox и Devolver Digital. А вот самое ожидаемое событие E3 — совместная конференция Xbox и Bethesda — пройдет 13 июня в 8 вечера по Москве. Там компании расскажут о совместных планах на ближайшие годы и, по слухам, покажут Starfield. 14 июня состоится конференция Take-Two, на которой могут показать трейлер обновленной версии GTA V, а также новая игра 2K Games. И если верить слухам, последняя удивит нас некоторыми сюрпризами. А точнее, спин-оффом Borderlands про Тинни Тину и новым sci-fi, который описывают как смесь Ктулху и Saints Row. Спин-офф про Тину может получить название или Wonderlands Codename Doffodil, или Tiny Tina's Wonderlands. Ее сначала анонсируют на Summer Game Fest 10 июня, а потом уже покажут на E3. Эти же слухи утверждают, что создатели XCOM и Цивилизации разрабатывают пошаговую стратегию, похожую на XCOM, во вселенной Marvel. А Square Enix покажет новую игру от Aidos Monreal, создателей Deus Ex и Marvel's Avengers. По слухам, это игра по Стражам Галактики. Также ожидается, что Microsoft в рамках E3 анонсирует The Outer Worlds 2, который точно находится в разработке. Ну а главный сюрприз, который ждет фанатов на выставке, это появление студии Valve. Да, сообщается, что Valve покажутся на E3 с каким-то особым анонсом. И один из инсайдеров сообщил, что этот анонс связан со Steam и Game Pass. Так что нам стоит ждать либо анонса Game Pass для Steam, либо анонс Steam для Xbox, ну либо же то и другое сразу. Ну а полное расписание E3 вы можете увидеть на экране, так что жмите паузу и читайте. А вот Sony снова пропустит E3. Уже второй год подряд компания отдает предпочтение собственному ивенту, State of Play. Последний выпуск State of Play прошел неделю назад, и на нем разработчики показали геймплей Horizon Forbidden West. И он уже успел наделать шумихи. Новый Horizon должен был выйти уже в этом году, но Guerrilla Games до сих пор не раскрыла дату выхода. Поэтому игроки начали сомневаться, что разработчики успеют ее доделать в этом году. Масло в огонь подлила глава PlayStation Studios Герман Хульст, который заявил, что игру действительно могут перенести на следующий год. Но не спешите доставать вилы и зажигать факелы. По словам разработчика, они все же планируют выпустить игру до конца года. Узнав об этом, игроки переключили свой гнев на внешность главной героини, Элой. Все из-за того, что по мнению геймеров, героиня стала полнее, чем в Zero Dawn, что особенно заметно по щекам. И пока часть сообщества обвиняет разработчиков в излишней толерантности, другая половина игроков встала на защиту игры, посчитав, что всему виной улучшенное освещение PlayStation 5. Впрочем, это не остановило интернет от создания кучи мемов на тему щек Элой. А вот новый God of War, в отличие от Horizon, точно не выйдет в этом году. Santa Monica Studios выпустила официальное обращение, в котором сообщило, что игру отложили до 2022 года и поблагодарила фанатов за поддержку. Зато продолжение приключений Бога Войны выйдет не только на PlayStation 5, но и на PlayStation 4, так же, как и Gran Turismo 7. Тем временем, издательство комиксов Dark Horse открыло игровое подразделение Dark Horse Games, которое будет разрабатывать игры по комиксам издательства. Им принадлежат Академия Умбрелла, Город Грехов, 300 Спартанцев, Маска, Хеллбой и другие известные тайтлы. Правда, у студии нет достаточно ресурсов для разработки ААА-проектов, так что пока что ждать крупных игр не стоит. Ну а Ubisoft тем временем подтвердили, что в Far Cry 6 появится вид от третьего лица. Да ладно! Он будет активироваться в лагере, где можно будет заниматься разными активностями, а так же во время стрельбы из своего рюкзака, который можно будет кастомизировать. Ну и как вы уже поняли по трейлеру, теперь можно будет выбрать пол главного героя. А вот Кэпком тем временем получили повестку в суд. Художница по имени Джуди Джурасик подала заявление в суд Коннектикута. Она утверждает, что компания использовала в нескольких своих играх изображения из ее книги под названием «Поверхности». Книга Джуди – это коллекция фотографий различных текстур, которые она фотографировала. Эти фотографии используют художники, архитекторы и другие дизайнеры в качестве референсов для своих работ. Правда, это может быть обычным совпадением, ведь Кэпком нередко используют для референсов реальные локации. Реддитер под ником SmoothSkinOperator опубликовал сравнение замка Леди Димитреску с реальным замком Пелес в Трансильвании. И это не единственный судебный иск по причине плагиата. Режиссер фильма «Армия Франкенштейна» Ричард Рафферест тоже подал в суд на компанию, после того, как увидел сходство своих пропеллероголовых монстров с созданиями Гейзенберга из восьмой части. Ну а теперь расскажу вам, что уже можно посмотреть и во что можно поиграть. Кинотеатры покоряют продолжение хита 2018 года «Тихое место 2», Эмма Стоун блистает в шикарных костюмах в Круэлле, ну а Эндрю Гарфилд и Майя Хоук пытаются покорить YouTube в драме «Мейнстрим», снятый, между прочим, Джей Копполой, внучкой легендарного Фрэнсиса Форда Копполы. Среди видеоигровых релизов стоит отметить выход экшен-РПГ «Биомьютант». Ну а в Epic Games Store сейчас до 17 июня стартовала распродажа со скидками до 75%, но бесплатно там до 10 июня можно забрать стратегию «Фростпанк», где игрокам необходимо помочь колонии выжить в замерзшем постапокалиптическом мире. PlayStation Store тоже стартовала распродажа, на которой можно забрать свежий кооператив «It Takes Two», «Call of Duty Black Ops Cold War», «The Last of Us» часть 2, «Assessence Creed Valhalla» и другие хиты продаж. Ну а я посмотрел «Звук металла», который невероятно круто передал ощущение безысходности, депрессию и принятия своей судьбы. Но больше всего меня поразил Риз Ахмед, который не только перевоплотился в совсем нетипичного для него персонажа, но и настолько убедительно играл свою роль, что я теперь реально считаю его одним из самых талантливых актеров Голливуда. Ни «Звездные войны», ни «Стрингер» не смогли раскрыть его потенциала, так как его раскрыл «Звук металла». Посмотрите, фильм действительно хорош. Я также впервые посмотрел «Достать ножи». Да, наконец-то я до него добрался и, честно говоря, я был очень удивлен. И мне прямо аж стало обидно за то, что я считал Райана Джонсона после восьмого эпизода, ну, таким средним режиссером. Он доказал, что он очень талантливый и он способный режиссер и сценарист. Вторую и третью часть очень жду и вообще теперь буду ждать фильмы Райана Джонсона. Ну а теперь давайте побываем в гостях у ретро и узнаем, что смотрели и во что играли в это же время в прошлом. 25 лет назад на экраны вышел культовый боевик «Скала» с Николасом Кейджем и Шоном Коннери, в котором герои проникали в заброшенную тюрьму Алькатрас, чтобы остановить террористов. Культовую славу в то время получила и комедия Бена Стиллера «Кабельщик» с Джимом Керри и Мэттью Бродериком в главных ролях. 20 лет назад Дэвид Линч водил зрителей за нос в загадочном фильме «Малхолланд Драйв» – сюрреалистической драме о голливудской мечте. В это же время Роб Шнайдер стал диким зверем в комедии «Животное», а Билли Боб Торнтон – палачом в драме «Бал монстров» про семью, мужчины которой не одно поколение убивают приговоренных казни. А Хью Джекман и Джон Траволта задумали обокрасть правительство США, взломав их базы данных в фильме «Пароль рыба-меч». Ну а Дисней порадовал детей и взрослых приключенческим мультфильмом «Атлантида. Затерянный мир». 15 лет назад любители уличных гонок завороженно следили за японским дрифтом в третьей главе бензиновой саги «Тройной форсаж. Токийский дрифт». Но это был не единственный фильм про гонки, ведь в это же время Pixar выпустили свой ответ «Форсажу» в виде скоростных приключений «Молнии Маккуина» в очаровательном городке «Радиатор Спринс» в мультфильме «Тачки». Ну а в соседних кинозалах Пейтон Рид, режиссер «Человек-муравья», увлекал зрителей комедией «Развод по-американски», в которой Винс Вон и Дженнифер Энистон пытались развестись. А те, кто хотел пощекотать свои нервы, смотрели ремейк культового ужастика про пришествие Антихриста «Уман». Игроки в это время вновь вернулись в Сити-17, чтобы сбежать из города в Half-Life 2 Episode 1. А владельцы легендарной PSP получили щедрый эксклюзив от Rockstar Games в виде полноценной части Grand Theft Auto с подзаголовком «Liberty City Stories». Десять лет назад кинотеатры штурмовали Люди Икс Первый Класс, который рассказал предысторию конфликта Чарльза Ксавьера и Магнета, в то время как Джей Джей Абрамс погрузил зрителей в ностальгию в триллере «Супер-8», где подростки становятся свидетелями паранормальных событий. Ну а драма «Марта Мэйси Мэй Марлен» с Элизабет Олсен исследовала тему «Сект». Геймеры тем временем дождались выхода продолжения супергеройского эксклюзива для PlayStation – Infamous 2, а также новую главу «Песочницы с полным разрушением» – Red Faction Armageddon. Ну а пять лет назад Джуд Лоу в компании не менее звездных коллег воплотил на экране образ гениального писателя Томаса Волфа в биопике «Гений». Ну а в «Иллюзии обмана 2» команда иллюзионистов противостояла Дэниелу Рэдклиффу, который впервые после «Гарри Поттера» вернулся к роли волшебника. Тем временем режиссер Драйва решил удивить зрителей своим неповторимым визуальным стилем в триллере «Неоновый демон» об обратной стороне славы, но хоррор «Не дыши» не на шутку пугал зрителей до жути реалистичной истории о неудачном ограблении слепого ветерана. Геймеры же тем временем встретили долгожданное продолжение паркур-шедевра «Mirror Search Catalyst», тогда как любители вдумчивых и неспешных стратегий вернулись во Вторую мировую войну «Farts of Iron 4». Ну а что из этого смотрели, во что играли вы? Напишите в комментариях. Ну что ж, это были все новости прошлой недели, о которых я хотел вам рассказать. Если же вам понравился этот выпуск, то не забывайте поставить свой информационный лайк, а также подпишитесь на Cut the Crap и нажмите на колокольчик. Мне будет очень приятно. Ну а если вы хотите быть в курсе новостей поп-культуры постоянно, то у нас есть для вас два телеграм-канала, игровой и киношный, а также две группы ВКонтакте. И не только. Все будет в описании. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, что вам понравилось. Новое видео уже на подходе. Cut the Crap. Мы режем киноленты. А если вам было интересно, откуда у меня вдруг появились сережки и проколол ли я себе уши вдруг внезапно, то рассказываю. Я проколол уши еще в 2006 году. Просто для видосов я их не надевал. Почему-то вот сейчас решил. Так что привыкайте.